Глубоко уважаемый Владимир Фёдорович, многоуважаемые коллеги, мы сейчас пойдём с вами немножко в другую область. Вот начну с того, что, в принципе, хорошо известно, что тамоксифен – это антиэстроген для эпителия молочной железы. И, в принципе, он относится действительно к группе селективных модуляторов рецепторов эстрогенов. И этим уже практически всё сказано. Да, сказано многое, но не всё, потому что мы можем задать себе вопрос, только ли эстрогены. Ну, тут можно было бы сказать шире даже, только ли стероиды, потому что действительно андрогенным рецепторам, о которых Владимир Фёдорович так вскользь на одном из слайдов упомянул, на самом деле помимо стероидной группы факторов имеются и другие. Вот давайте посмотрим на такой источник, который, конечно, надо всегда воспринимать осторожно, но в данном случае, видимо, ошибки нет. Что написано в Википедии по поводу тамоксифена? Там написано, что это про лекарство, которое отличается низким сродством к эстрогенным рецепторам, превращается в несколько метаболитов, два из которых хорошо известны, четыре – гидрокситомоксифен, эндоксифен, но они имеют сродство в 30-100 раз больше к эстрогенным рецепторам, чем тамоксифен. И получается, что всё как бы базируется на эстрогенах. Но в той же Википедии можно увидеть такую ссылку в том же разделе, где описывается тамоксифен, что монотерапия тамоксифеном нередко сопровождается антиангиогенным эффектом, который, по крайней мере, частично независим от свойств тамоксифена как антагониста эстрогенных рецепторов. Уже такой факт, если человек начнёт изучение тамоксифена с этой статьи в Википедии, он уже задумается. А в чём же тут, может быть, ещё дело? Но помимо Википедии есть и более серьёзная литература, и она датируется и в 2016 году. Вот обобщающая статья, которая называется «Действие тамоксифена на эстроген – рецептор негативный рак молочной железы». И что же авторы, в частности, какие они аргументы в пользу того, что это есть смысл обсуждать, приводят? Но на клеточных линиях эстроген – рецептор негативных рака молочной железы. Оказывается, что тамоксифен вне связи с эстрогенным каким-то эффектом или антиэстрогенным, угнетает продукцию одного из факторов, который способствует так называемому эпителиальному-мезинхимальному переходу. Это хорошо сейчас известный феномен, который, в общем, кратко можно охарактеризовать как один из путей к прогрессированию рака молочной железы. С другой стороны, при этом в существенной степени активируется целый ряд локальных сигнальных механизмов, которые замыкаются, прежде всего, на пептиды. Вовлекается микроокружение опухолевых клеток и вовлекается системный иммунитет. Я сейчас об этом скажу. Причём локальные сигнальные механизмы – одни факторы, которые вовлекаются при этом, они могут способствовать ограничению пролиферации, а другие – усилению апоптоза. То есть здесь через пептидные факторы реализуются многие вещи, полезные для эффекта противоопухолевого тамоксифена и для ограничения опухолевого роста. Вот я хочу сказать, что такая личная, что ли, ремарка в моей жизни был период, в течение одного года я активно интересовался тем вопросом, о котором сейчас в современных позициях говорил Владимир Фёдорович, а именно резидентностью к тамоксифену. И уже в тот период, я не буду на этом, естественно, детально останавливаться, отмечалось наряду с работами Никольсона, это Великобритания и других авторов, что имеется потенциальная важность ограничивать для преодоления резидентности к тамоксифену уже на её ранних этапах, как раз ингибиторов пептидной сигнальной трансдукции или передачи сигнала. И тогда упоминался эпидермальный фактор роста, опять же, HER2-неу, инсулиноподобный фактор роста, очень важная система метаген-активированный протеин киназы, фосфодилы, инозитол-3 киназа система, о которой говорил Владимир Фёдорович уже с позиции сегодняшнего дня, что уже найдены ингибиторы этой системы, циклооксигеназа и так далее. А также говорилось о факторах, которые влияют на микроокружение опухолевых клеток, причём имели в виду не только иммунные клетки, о которых я сейчас коротко скажу, но и целый ряд других. Не секрет, что эпителиальные опухолевые клетки молочной железы окружены фибробластами. Эти фибробласты, они являются составной частью структуры молочной железы, они могут иметь отношение к жировой ткани, они тоже продуцируют целый ряд пептидов, которые очень важны. Но если говорить о таком традиционном микроокружении, которым сейчас очень активно интересуются, имеется в виду прежде всего клетки иммунной или параиммунной системы, иногда их правильно или неправильно называют ещё клетками воспаления, то действительно и лимфоциды, и макрофаги могут очень большое вносить, так сказать, вклад делать в эти вопросы, которые мы обсуждаем. Например, доля определённых регуляторных лимфоцидов, даже не важно, как они называются, коррелирует с риском рецидивирования рака молочной железы и снижением реакции на томоксифен. Хотя авторы этой работы 2013 года признают, что эти данные не всегда однозначны. Потом есть макрофаги, которые ассоциированы с новообразованием. И если вы помните, тот, кто это помнит, когда у нас работал в институте профессор Акулов, он придерживался той точки зрения, что макрофаги бывают двух видов. Некоторые могут, ну, видимо, скорее помещникову способствовать ограничению опухолевого роста, а другие могут стимулировать его. Так вот здесь вот некоторые макрофаги, которые я здесь упоминаю, в отношении них имеется связь с размером опухоли, вовлечением в процесс лимфоузлов и опять-таки нечувствительностью к томоксифену. И кроме того, томоксифен может сам оказывать влияние на иммунную систему. Это не очень хорошо известно, но он может действовать и на клеточный, и на гуморальный иммунитет, включая аутоиммунный компонент. Он, например, вот там справа внизу показано, что он может подавлять продукцию аутоантител. И в связи с этим я хочу… Эндокринологи это знают заболевание, которое я сейчас назову, но они редко знают, что вот аутоиммунный процесс и одна из особых форм тиридита, так называемый зоб Рибеля, имеет не только аутоиммунную составляющую, но и успешно лечится. Это заболевание очень сложно лечить. Это такой каменный зоб, и неизвестно, что с ним делать. Значит, успешно лечится томоксифеном, за счёт чего он стимулирует трансформирующий фактор роста бета, а тот, как известно, способен ограничивать пролиферацию. Это один пример. А другой пример из области тиреоидной патологии, что были работы, в которых изучалась динамика функций щитовидной железы при лечении томоксифеном. И выяснилось, что если вы оцениваете эту ситуацию в краткосрочный период, через 3-6 месяцев, вы можете увидеть разный уровень тиреотропного гормона. Сначала он поднимается, говоря, видимо, о снижении функций щитовидной железы. Потом к 6-му месяцу он нормализуется. А мы проводили с отделением, ну, мы его называем первым, это вот отделение опухолей молочной железы с Владимиром Фёдоровичем и его товарищами. Обследовались постменопаузальные больные раком молочной железы. Мы брали группы больных через 2 года после операции, и эти больные, и через 5 лет эти больные или получали томоксифен, его или не получали. И мы отметили, в частности, уменьшение объёма щитовидной железы по сравнению у больных, которые получали томоксифен. Это было выражено уже и через 2 года, и через 5 лет. И даже через 2 года после отмены томоксифена наблюдалось только небольшое такое возвращение объёма щитовидной железы к нормальным характеристикам. Ну, не задрагивая здесь вопрос о содержании эстрадиола и ФСГ в крови, о чём будет говорить и Евгения Владимировна, и, возможно, другие докладчики, я хочу отметить применительно к тому, что начал говорить, что даже после отмены холестерина, то есть, простите, томоксифена отмечалось повышение уровня холестерина и бета-липопротеидов в крови, но нас больше всего привлекал, как и сейчас привлекает, уровень инсулина. Там оказывалось таким образом, что если больные не получали томоксифена или получали его, то у тех, которые получали томоксифен в течение 5 лет, уровень инсулина натощак существенно повышался, и это повышение даже сохранялось через 2 года после отмены томоксифена. Это позволяло нам уже тогда говорить, что в сочетании с наклонностью гиперлипидемии, даже после отмены препарата, это можно расценивать как дополнительное свидетельство в пользу необходимости применения средств той группы, которую мы называем метаболической реабилитацией, включая антидиабетические бегуониды и другие препараты, и модификацию пищевых привычек как в комбинации с томоксифеном, так и после прекращения его приёма, потому что остаётся такой послелекарственный, если хотите, эффект. Теперь вот если вернуться к работе 2016 года, о которой я говорил вначале, которая называется «Влияние томоксифена на эстроген-рецептор негативный рак молочной железы», то авторы этой работы писали, стараясь на предыдущие многолетние публикации давние, что по крайней мере 5-10% больных с эстроген-рецептор негативным раком молочной железы обладают чувствительностью к томоксифену. Это выявлялось таким образом, например, в начале, в стародавнешние времена, что тогда рецепторы широко не определялись, как правило, в литературе писали, что рецепторы unknown, то есть неизвестны, потом задним числом поднимали блоки и определили, что давали часто или относительно часто томоксифен больным, у которых на вообразовании были рецепторы негативные. И вот 5-10% отвечали на томоксифен. О каких, собственно, группах больных может идти речь, и что это добавляет к оценке вне эстрогенной сферы? То есть так, как мы назвали вот это сегодняшнее сообщение. Ну, например, есть пептидный фактор, который называется BCL-2, и который является антиапоптатическим белком. Вот оказывается, что когда больным с эстроген-рецептор позитивными новообразованиями и эстроген-рецептор негативными новообразования давали томоксифен, то присутствие этого белка в опухолевой ткани по-разному сказывалось на результатах лечения. В частности, при рецептор позитивных опухолях оказывалось, что наличие этого антиапататического белка в опухоли способствует лучшим результатам лечения томоксифена. А если это были рецепторы негативные новообразования, то способствовало худшим результатам. И мог быть сделан вывод, что чувствительными к томоксифенам могут быть эстроген-рецептор негативной опухоли, в ткани которых как раз отсутствует этот, казалось бы, ну, мало к себе иногда привлекающий внимание белок. Хотя он в отношении апоптоза очень важен. Значит, вот это один из моментов. Второе – это возникновение контрлатерального рака. Опять-таки, Владимир Федорович сказал, что вторая опухоль у тех больных, если речь идёт о рецептор позитивных новообразований, её риск при назначении томоксифена снижается на четверть, на 25%. Но при этом в рецептор негативных новообразованиях он снижается примерно на 8%. И получается, что хотя это значительно меньше, ну, можно так говорить, в три раза меньше, чем в рецептор позитивных новообразованиях, но если мы пересчитаем на большое количество больных, то это довольно важно, ну, скажем, для тех больных, которым по каким-то причинам нельзя назначить химиотерапию и так далее. Но вот ещё большее внимание привлекает другая группа больных, у которых тоже изучались последствия приёма томоксифена в отношении развития вторых новообразований в молочной железе контрлатеральных опухолей. Это группа больных у носительниц мутации BRCA1. Мы интересовались на протяжении целого ряда лет этой группой, и вот в классической работе Фолкиса 2004 года, ну, это достаточно хорошо известно, эстроген-рецептор негативный новообразование выявляется у носительниц мутации BRCA1, по этим данным, в 62%. По сравнению с 22% у неносительниц мутации. Естественно, речь идёт о больных постменопаузальной возрасте. По нашим данным 2008-2009 года, но мы использовали не иммуногистохимический метод, а радиолегантный, который в отличие от иммунохимического даёт не полуколичественный ответ, а количественный. И хотя у нас теперь этого метода нет, и им практически никто не пользуется, мы продолжаем верить, что это был хороший и надёжный метод. Он позволял сказать не просто, что эта опухоль положительная на уровне 8 баллов, или она положительная на уровне 6 баллов, если иммуногистохимия, а какова реальная между ними разница, трудно сказать. А тогда можно было сказать, фентамолях на миллиграмм белка и различия между группами были более характерны. Так вот, вот по тем данным у нас получилось так, что эстроген-рецептор негативный новообразование выявлялись в 39% случаев, а прогестерон-рецептор негативный на том же массиве в 57% случаев. То есть, безусловно, действительно идёт изменение рецепторного фенотипа у носительниц мутации BRCA1. Но мы с вами ведь говорим об эффекте тамоксифена. Вот давайте посмотрим на две работы. Одна из них 2014 года. Исследовали больных с мутациями BRCA1 или BRCA2. Было более 300 больных, которые получали тамоксифен. А 84 из них лечились более 4 лет. И наибольшее снижение риска развития контрлатерального рака молочной железы уже после одного года лечения тамоксифеном выявилось в группе носительниц мутации BRCA1. Причём она достигала 67% по сравнению с той группой, которую тамоксифен не получал. Потом этот эффект уменьшался. Вот, скажем, если получали тамоксифен от одного до четырёх лет или более четырёх лет, такого не наблюдалось в группе носительниц мутации BRCA2. Но это отдельный разговор. Сейчас нас интересует, а за счёт чего? Всё-таки там было такое заметное снижение, и не в рецепторах ли дело? Когда я увидел эту работу, я написал основному исполнителю, он очень известный, это Стивен Неррот, который работает в Канаде. И он ответил таким образом. Меня интересовало, какой, собственно, был рецепторный фенотип в этих опухолях, в этих больных. И он отвечал так, что, к сожалению, у нас нет рецепторного фенотипа для контрлатеральных опухолей. Но мы бросим, ну мы ещё раз на это посмотрим. Но это вот, может быть, когда-нибудь и скажет. А вот во второй работе, где метаанализ проводился, она 15-го года, здесь оценивались четыре работы. Если вы видите, сверху вниз будете смотреть, есть снижение риска у насильниц мутации BRCA1 на 41%, на 80%, на 62%, на 42%, и в среднем снижение на 53%. И опять-таки эти авторы пишут, что, к сожалению, рецепторный фенотип этих новообразований не изучался, и нам трудно ответить, какова тут роль рецепторного фенотипа, но поскольку тамоксифен примерно на 50% снижает здесь риск у носительниц контрлатеральной опухоли, у носительниц мутации BRCA1, то это не устраняет вероятность воздействия и на рецептор негативные новообразования. Подобно тому, как такая идея высказывалась в отношении и билатеральной профилактической аварии эктомии, которая делает примерно то же самое, и там не всегда рецепторный фенотип принимается во внимание. Второе, что я здесь хочу сказать, что, может быть, именно в этой ситуации, если помнить как раз о риске развития рака эндометрия и какие-то меры предпринимать, но регулярно больных смотреть, УЗИ делать и так далее, так вот, тамоксифен в этой ситуации может как раз оказаться и резервом лечения таких больных, хотя подобный подход наряду с применением ингибиторов ароматазы главным образом лишь обсуждается. Почему я говорю и говорил когда-то об ингибиторах ароматазы, потому что вот как раз в 2009 году, там ссылка на эту работу кратко есть, нам удалось увидеть, что в новообразованиях молочной железы у носительниц мутаций BRCA1 активность ароматазы более высока, чем у неносительниц, тогда поэтому высказывалась идея о применении ингибитора ароматазы. В целом, как бы выглядит так, что в этой ситуации преимущество больше у ингибиторов ароматазы, но тамоксифен тоже в определённых условиях мог бы использоваться. Возвращаясь к началу и говоря о цитохроме 2D6, который является катализатором всех превращений тамоксифена в его метаболиты, хочу напомнить, что на самом деле он не только влияет на метаболизм тамоксифена, но примерно ещё полторы сотни разных лекарственных препаратов им метаболизируются, в том числе и некоторые антидиабетические препараты. И тут возникает вопрос, а каковы, собственно, связи тамоксифена и диабета? Потому что мы знаем, что если диабет компенсирован, то это не является противопоказанием к назначению тамоксифена. И вот это получается, что это путь с двухсторонним движением, потому что с одной стороны может быть поставлен вопрос, а влияет ли диабет на эффективность тамоксифена? Мы же говорим и о резистентности, и о чувствительности, значит, есть слово «эффективность». А с другой стороны, влияет ли сам тамоксифен на частоту и течение диабета? Надо сказать, что, как ни странно, может быть, вам покажется, но таких работ очень немного. Вот если говорить об эффективности тамоксифены, сравнивали в работе 2013 года, она, мне кажется, наиболее такой подробной, наличие диабета и наличие избыточной массы тела. Вот наличие диабета приводило к тому, что эффективность тамоксифена оказывается более низкой, причём достоверно. А в случае избыточной массы тела линейности при возрастании избытка массы тела не было, и поэтому вывод скорее надо сделать такого рода, что диабет здесь оказывает больше такой отягчающий, что ли, эффект, ухудшает действие тамоксифена. Доктор Коваленко, сотрудница нашей лаборатории, на материале института оценивала клинико-морфологические особенности рака молочной железы у больных диабетом и обратила внимание на тот факт, что дело не только в диабете, но и в характере антидиабетической терапии. В частности, метформин – антидиабетический бюганит, имя которого часто звучит с этой трибуны, что вполне справедливо, потому что много лет в этом институте эти работы проводились и проводятся. Значит, вот применение именно метформина у больных с диабетом при раке молочной железы сопровождалось увеличением числа эстроген-рецептор позитивных случаев, что могло потом повлиять и на выбор терапии, включая на выбор тамоксифена. Хочу сказать, что в эксперименте, если к этому обратиться, тамоксифен влияет и на углеводный, и на липидный обмен. И причём фазово, подчеркну это, изменяет состав тела. Вот это интересно, потому что оказывается так. Вот, например, на содержание жира в теле животных он сначала его уменьшает к 13 неделе, а к 15 неделе довольно быстро он его увеличивает и продолжает увеличивать дальше. Обратная картина наблюдается в отношении тощей массы. К 13 неделе увеличивается, потом всё время уменьшается. Видимо, длительность назначения тамоксифена, который мы часто говорим применить на клинике, имеет значение даже и здесь. И потом хочу показать, что у этих же животных возрастал уровень гликирного гемоглобина, что говорит о нарушении углеводного обмена в сторону сахарного диабета. Но прежде чем я об этом скажу, хочу сказать вещь, которая, в общем-то, клиницистам, ну и эндокринологам, конечно, хорошо известна, потому что наряду с той прибавкой массы тела и жира в теле, которую я говорил применительно к экспериментальным животным, у многих больных, ну риск, во всяком случае, развития вот этого состояния в два раза выше по сравнению с больными, которые не принимают тамоксифен, это гепатостеатоз, то есть ожирение печени. Причём есть характерная зависимость, что это в существенной степени зависит от того, каков исходный вес тела ваших больных. И чем больше исходный вес тела, чем больше они склонны к избыточной массе тела, тем больше риск развития ожирения печени под влиянием тамоксифена. И на это надо обращать внимание, потому что ожирение печени сочетается с повышением триглицеридов, с одной стороны, но, с другой стороны, оно сочетается с таким понятием, как инсулинорезистентность. И вам это хорошо известно. Я когда-то по другому поводу показывал эту картинку. Здесь давали женщинам, как раз пременно по узальному возрасту, очень маленькие дозы тамоксифена в день – 5 мг. И оказалось, что через год от начала приёма индекс инсулинорезистентности у них существенно повышается. Это сохраняется через два года от начала приёма тамоксифена по сравнению с теми больными, которые тамоксифен не получали. И это напоминает мне то, что мы получили вот в 2003-2006 году, когда видели гиперинсулинемию у больных, которые получают тамоксифен 2 года и 5 лет. Теперь, если говорить о том, а вызывает ли тамоксифен сахарный диабет, таких работ тоже не очень много. Я просто кратко назову три, потому что данные неоднозначны. Сравнивалось в основном с эффектом применения ингибиторов ароматазы. В одной работе, верхней, получалось так, что риск развития диабета на фоне приёма тамоксифена выше, чем на ингибиторах ароматазы. В правом нижнем углу слайда получилось с точностью да наоборот, то есть на ингибиторах ароматазы. Я бы даже, может быть, частично мог в это поверить, потому что выбиваются эстрогены, и это может способствовать развитию диабета. И в последней азиатской работе, опять-таки, тамоксифен на 30% повышал риск развития диабета. Ну и предпоследний, по-моему, слайд, который я хотел бы показать, мне кажется, что это очень важная работа, на которую, я думаю, многие обратят внимание со временем. Она с 2016 года, и вы знаете, что часто заболевания онкологические, особенно у людей в возрасте старше 50 лет, сочетаются с так называемой коморбидностью. Вот здесь перечисляются, что вот гипертония была, гиперпидемия, заболевания щитовидной железы, диабета, остеопороз и так далее. Но о чём говорит эта работа? Что те люди, которым ещё до назначения, до того, как они заболели раком молочной железы, и до назначения тамоксифеном, они лечились какими-то препаратами по поводу состояния, которые я перечислил, то у части этих людей тоже наблюдалась нечувствительность. Мы сегодня говорим о резистентности к тамоксифену и о нечувствительности к тамоксифену. Так вот, у них наблюдалась нечувствительность к определённым препаратам. И особенно тогда, когда наблюдалась нечувствительность к препаратам, которыми устраняется гиперлипидемия, например, к статинам и к антидиабетическим препаратам, у них впоследствии, когда им назначали тамоксифен или другую адювантную гормональную терапию, тоже наблюдалась нечувствительность. Здесь могут быть какие-то общие механизмы. Может быть, они находятся на уровне перекреста с тем цитохромом 2D6, о котором я говорил. Может быть, на каких-то других механизмах, связанных с лекарственной устойчивостью. Но важно, что это может быть сигналом. Может быть, врачи, клиницисты, когда они принимают больных и готовы назначить, скажем, тамоксифен или ингибитор ароматазы, очень легко спросить, получали ли вы когда-нибудь статин или получали ли вы какие-нибудь адренобета-блокаторы или ингибиторы ангитензин вращающего фермента и так далее, потому что не низка вероятность того, что, может быть, они и на томоксифен или ингибиторы ароматазы будут отвечать не самым лучшим образом. Что же делать в этой ситуации, если помнить о том, что наряду с эстрогенной сферой есть и внеэстрогенная сфера? Я напомню, извините, опять-таки, нашу работу экспериментального характера, значит, метформина, о котором мы сегодня говорили, чем отличается от многих других антидиабетических препаратов, помимо устранения инсулинорезистентности, он обладает собственным антипролиферативным действием, который очень хорошо выявляется как раз в работах на клеточных линиях, инвитро. И у нас в работе брались три линии. Дикая, опухолевая, МЦФ-7, это рак молочной железы, та, которую делали сначала резистентной к томоксифену, и линия, которую долго держали в отсутствии эстрогенов, и она становилась чувствительна к малым дозам эстрогенов в силу этого. Но дело сейчас не в этом. И что же оказалось? Проверялись на этих линиях, на этих трёх линиях, эффекты томоксифена, метформина и их комбинации. И оказалось, что метформин в меньшей степени, чем в диких клетках, влиял на пролиферацию в томоксифенрезистентных клетках. Но всё-таки влиял на неё, гнетал тоже, хотя и меньше, чем в диких клетках. А когда мы посмотрели, а как влиял метформин в комбинации с томоксифеном, то оказалось, что как раз, к сожалению, на томоксифенорезистентные клетки эта комбинация влияла мало. То есть практически не влияла по сравнению с влиянием, скажем, одного метформина. Но особенно существенно она влияла в случае, если это были клетки, долго державшиеся в ситуации без эстрогенов. Что нам это напоминает? Это нам напоминает применение ингибиторов ароматазы. Таким образом, возможно вполне, что эта комбинация, скажем, томоксифена с метформином имеет основание быть назначенной как раз после ингибиторов ароматазы, а не наоборот. Но это подсказка только на основании вот таких работ. Может быть, субклинические испытания или клинические работы ответят на это лучше. Теперь выводы, которые я быстренько зачитаю. Широко используемый селективный модулятор рецепторов эстрогенов тамоксифен демонстрирует признаки заметного контакта с неэстрогенной сферой. Это проявляется связью с пептидными сигнальными путями, реализующейся в модификации пролиферации апоптоза, связью с несколькими компонентами иммунной системы, приходящими изменениями в состоянии тиреоидной системы, стимуляцией инсулинемии, инсулинорезистентности, и поэтому, в принципе, можно называть, может быть, тамоксифен в данной ситуации не серм, то есть селективный модулятор эстрогенных рецепторов, а с нером, то есть селективный модулятор не только эстрогенных рецепторов. Умеренное снижение частоты контрлатериального рака молочной железы, улечившейся тамоксифеном популяции больных с эстроген-рецептор негативными опухолями, выраженная в наибольшей степени уносительниц мутации гена BRCA1 заслуживает внимания, а также заслуживает внимания связь с риском развития сахарного диабета, гепатостеатоза, гипетероглицеридемии и умеренной прибавки массы тела. Взаимосвязь снижения приверженности к тамоксифену с непереносимостью антидиабетических и гиполепидемических препаратов может быть одним из маркеров того, о чём мы говорили, то есть о развитии в том числе в будущем нечувствительности к тамоксифену. На перечисленных данных могут строиться дополнительные воздействия, потенциально способные улучшить результаты лечения больных, получающих тамоксифен или другие модуляторы, селективные модуляторы эстрогенных рецепторов, которые, по сути дела, тоже могут представлять собой селективные модуляторы не только эстрогенных рецепторов. И они могут быть интересными, в том числе до наступления менопаузы, о чём вот сейчас применительно к репродуктивному возрасту будет говориться. В заключение я хочу сказать, что я никогда не слышал подобного доклада такого рода, сам никогда такие доклады не делал. И не исключается, что, может быть, это надо сделать и в более широком формате, и в более широкой аудитории. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Лев Михайлович, вопросы, пожалуйста. Лев Михайлович, спасибо большое за доклад. А Вы не подскажете, можно ли всё-таки поставить на чашу весов с одной стороны тамоксифен, с другой стороны сахарный диабет? Выбор есть или нет? Или всё-таки тамоксифеном мы должны, можем и необходимо лечить? Нет, ну, несомненно, если Вы говорите, можно ли назначать, например, тамоксифен у больных с сахарным диабетом, я об этом сказал. Безусловно, при компенсированном диабете можно. И на, если говорить о чаше весов, если тамоксифен нужен, надо стремиться его назначать. Но нужно и учитывать те обстоятельства, о которых я говорил, и в частности, с точки зрения клиники. Если диабет, даже компенсированный, ухудшает выживаемость, Вадим Геннадьевич, то Вы не художны. Сам по себе диабет. Но сочетание применения тамоксифена у больных диабетом, по сравнению с больными, которые получали тамоксифен, и у них не было диабета, сочетание тамоксифена с диабетом даёт худший результат. Вот это я хотел сказать. То надо учитывать и делать что-то такое, чтобы нивелировать вот такие вот... Ну, что такое Вы имеете в виду ингибиторы ароматазы, правильно? Не понял? Вы имеете в виду ингибиторы ароматазы, да? Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, прежде всего, диабету, с которого Вы начали относиться более серьёзно, как, наверное, к целому ряду других факторов. Понятно. Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Фёдорович, Президиум, глубоко уважаемые коллеги. Я хочу представить результаты нашей совместной работы с докторами первого отделения с Ириной Евгеньевной Мешковой, которую мы проделывали на протяжении нескольких лет наблюдая за пациентами репродуктивного возраста, которые находились на терапии тамоксифена. Так. А так. О! Ну, я повторюсь всё то, что сказали уже и Владимир Фёдорович, и Лев Михайлович очень коротко, что тамоксифен сегодня является препаратом, который рекомендуется для лечения не только больных в менопаузе, но и при менопаузе. И 5, и при хорошем течении, и 10 лет. И он снижает, как показано, на 45% риск рецидива заболевания и на 35% риск летального исхода. То есть, это говорит о том, что этот препарат достаточно эффективен. И, как сказал уже Лев Михайлович в своём сообщении, тамоксифен – это препарат, который относится к группе деятел стильбыстрола и кламифена. И помимо своего антиэстрогенного действия на эпителии молочной железы и опухоли молочной железы, эстрогенного эффекта на уровне эндометрия он обладает стимулирующим действием на стероидогенез в яичнике. И до того, как тамоксифен стал применяться как противоопухолевый препарат, им пользовались для индукции овуляции. Сейчас это уже он отошёл. И вот в силу этого своего эффекта, который особенно выражен у женщин молодого или преминопаузального репродуктивного возраста, в силу этого эффекта, вот этого стимуляции стероидогенеза, стимулирующего действие на яичник, у женщин образуются кисты в яичниках. Я не знаю, видите вы мой этот самый сигнал. И вот, как показана литература, уже на больных раком молочной железы частота таких кист у женщин репродуктивного возраста достигает 34, а иногда в отдельных работах 80%. То есть это достаточно частое явление. Но мало того, что у женщины образуются кисты, и эти кисты могут достигать очень большой величины. И некоторые авторы говорят о том, что имеется риск перекрута кисты, разрыва её, что может создать ургентную ситуацию. Но в этих кистах идёт образование большого количества эстрогенных гормонов. И если у нормальной женщины даже в период эвуляции уровень эстрадиола может достигать 600, 800, до 1000 пекамоль, то в такой кисте может образовываться 4-10 тысяч пекамоль эстрадиола. Может... Так, сейчас я найду свою кнопочку. И вот что интересно, в рекомендациях и прежних, и сейчас последних АСКО, где говорится о том, какие же побочные эффекты могут возникать у женщин репродуктивного возраста на фоне гормонотерапии томоксифином, то перечисляются приливы, вагинальные выделения или сухость влагалища, судороги в нижних конечностях, редко, это подчёркнуто не мной, так написано, образование тромбов и незначительное повышение частоты рака тела матки. В отношении кист не говорится ни слова. И нам это показалось достаточно удивительным. И вот в течение нескольких лет, обследуя случайно, я говорю случайно, потому что это не было запланированное исследование, где мы брали бы пациентов от первого дня начала их лечения томоксифином. Нет, мамологи присылали к нам в лабораторию пациентов, которые находились на лечении томоксифином. Особый наш интерес к этой группе пациентов изначально был вызван тем, что в лаборатории был разработан метод определения вязкости мембран эритроцитов, который показал, что он является своего рода косвенным показателем гормона чувствительности опухоли. А дальше мы решили проследить, а как вот этот показатель он ведёт себя при терапии томоксифином. Значит, была активность с нашей стороны в привлечении таких больных и активность докторов, которые присылали больных на обследование не только уже и со своего собственного интереса. И таким образом мы обследовали 254 женщины, которые находились в различном возрасте, и все получали томоксифин на протяжении разного возраста, на длительности времени. Им делалось УЗИ, гормональные обследования, и мы пытались каждый раз определить сроки, на которых появилась киста, вернее, есть или нет киста, срок, в который она появилась, диаметр этой появившейся кисты. И вот эти 254 человека распределились таким образом. У 32%, то есть у 81 женщины были обнаружены кисты яичника. У 173 таких кист не было. Из тех, у кого они были обнаружены, у меня указка это не была, вот так, наверное, нет, извините, виновата. Вот, всё, спасибо, я восстановила. Тех, у кого они были обнаружены, вот из этих 81, у 50 был сохранён менструальный цикл, у 31 была менопауза. А дальше идёт другая градация. Вот из 50 человек репродуктивного возраста женщин, у 36, то есть если мы уже берём вот этих 50 за 100%, то в 72 процентах случаев был повышен уровень эстрадиола. Имена паузи их мельче. Но что интересно, мне хотелось бы обратить внимание в этой табличке. Вот у 173 пациентов эти кисты обнаружены не были. Но посмотрите, в менопаузе у 12 человек из в менопаузе на 155, у 12 из 155 был повышен уровень эстрадиола. Что я хочу этим сказать? Дальше я покажу, что ранняя менопауза или менопауза наступившая в результате предварительно проведённой химиотерапии ещё не значит, что эта женщина действительно находится в менопаузе. Цикл может восстановиться. И вот то, что у них на томоксифене у 12 человек повысился уровень эстрадиола до достаточных величин, говорит о том, что к таким женщинам и в менопаузе нужно относиться серьёзно. Так, пардон. Что же является, так сказать, вот в каких случаях и когда наиболее часто видим мы образование этих кист, а самое главное образование кист с высоким эстрадиолом. это прежде всего длительность применения томоксифена. Вот достоверно короче был период применения томоксифена там, где был выше уровень эстрадиола 155 и 1667 средние показатели. И когда мы разбили всех пациентов с кистами и с гиперэстрогенией на группы, то видите, по возрасту они у нас почти не отличались. По длительности применения томоксифена, да, и самые высокие цифры эстрадиола 2000, это были там, где применение томоксифена было короче. Обратите внимание ещё на сроки появления кист. Вот там, где они были в первой группе, средний срок составил 3 месяца. И когда нам удавалось наблюдать пациентов, которые приходили к нам из 8-го отделения, ещё до начала применения томоксифена, и мы их видели на протяжении некоторого времени, да, первые 2-3-4 месяца это сроки наиболее частого появления кист, наиболее высоким уровнем эстрогенных гормонов. Хотя были люди, у которых эти кисты появлялись и через год, и через два, что говорит, что наблюдать за такими пациентами надо постоянно. Ну, вот уровень эстрадиола в зависимости от длительности приёма томоксифена. Теперь уровень эстрадиола у пациентов менопаузального возраста в зависимости от сроков. Значит, это то, что я уже сказала, что в менопаузе также я думала, почему я не вижу, в менопаузе также были больные, у которых вырос уровень эстрадиола. Их много меньше, но всё-таки 1300, 1093 средний на группу возраст говорит о том, что менопаузальный возраст также, особенно ранней менопаузы, является определенным риском. А размеры кисты практически не имеют значения. Они все в районе 18, 23, 21. Во всех таблицах, которые я показываю, есть ещё такой фактор, как уровень гонадотропинов. Я не обращаю сейчас на него внимания, потому что так получилось, что вот этот очень высокий уровень эстрадиола не являлся очень сильным тормозом для продукции гонадотропинов. Почему и как это объяснить, пока трудно сказать. Теперь мне хочется ещё раз сказать несколько слов про химиотерапию. Вот группы больных репродуктивного и менопаузального возраста. И вы видите, что там, где слова «да», это те, кто получал химиотерапию как в репродукции, так и в менопаузе. И именно в этих группах кисты и гиперэстрогения была достаточно высокой. То есть нарушения, которые вызваны в яичниках химиотерапии, не препятствуют действию тамоксифена на этот яичник. И особенно, я хочу ещё раз сказать, надо обращать на это внимание в отношении менопаузальных больных. Потому что многие женщины после химиотерапии приходят к нам и говорят, в течение года нету месячных. Вы начинаете тамоксифен, и могут появиться кисты, может появиться высокий эстрадиол, может восстановиться цикл. А представьте себе, что такой женщине назначен не тамоксифен, а назначен ингибитор ароматазы, думая, что она находится в менопаузе. В этом случае, в общем, я не хочу сейчас отвлекаться на это, но это нежелательно. И вот в качестве такого короткого вывода я хочу сказать, у больных в менопаузе эстрогенопродуцирующие кисты образуются на ранних сроках менопаузы, когда она до года или несколько больше года. А также, если наступление менопаузы вызвано предшествующей химиотерапии. Я считаю, что эти вещи надо обязательно учитывать. На этой таблице это те пациенты, я думаю, мы останавливаться не очень будем, потому что это те пациенты, у которых не выобразовались кисты и у которых под влиянием томоксифена никаких особых изменений в продукции гормонов не наблюдалось. и вот встаёт такой вопрос. Хорошо, кисты огромные цифры эстрогенов, которые есть в крови у этих женщин. А что же происходит с эндометрием? Мы знаем, что постоянно следим и определяем толщину эндометрия. И что интересно, вот у 28 пациенток с гиперэстрогенией была исследована толщина эндометрия. Мы практически нигде не увидели связи высокого эстрадиола и толщины эндометрия. Даже когда мы выделили группу из 9 человек и посмотрели. Взяли там эстрадиол был почти 2400 с ошибкой 600, то есть он очень высокий. А толщина эндометрия в целом была 6,8. Почему? Трудно сказать. Потому что с другой стороны конечно есть гиперплазия эндометрия. И на всю эту группу у нас были. И вот я специально взяла эту группу там, где был высокий эндометрий выше 8 миллиметров. В среднем он получился 12. А эстрадиол при нём был сравнительно невысокий по сравнению с другими цифрами. Значит и вот действие этого высокого эстрадиола на матку не было таким, как мы его ожидали. И вот очень важен вопрос, почему мы так заинтересовались вот этим явлением. Как же относиться к этой гиперэстрогении? И в каких случаях нужно сочетать тамоксифен, который вызывает явление образования кисты гиперэстрогении с агонистами ЛГРГ? гиперэстрогении софт несколько раз цитировали все эти исследования, было показано, что подавление функций яичников в сочетании с тамоксифеном целесообразно проводить у пациентов, которые получали химиотерапию, которые имели метастазы в регионарных лимфатических узлах, и которые были моложе 35 лет. Но вот когда сравнили одно исследование по эффективности свободного интервала течения ракомолочной железы при высоком и низком эстрадиоле, где не было добавлено подавление функций яичников, то достоверной разницы в этих кривых получено не было. То есть тамоксифен, даже вызывая вот такую высокую гиперэстрогению, как бы не влиял на это течение. И ещё одно доказательство того, что тамоксифен-1 без дополнительного подавления подавление функций яичников даёт приблизительно те же результаты. В то время, когда вы добавляете подавление функций яичников, то увеличивается и токсичность, и осложнения, которые вызываются этим явлением. ещё одно доказательство того, что вот эта гиперэстрогения возможно не является таким опасным для больных раком молочной железы. Вот эти данные из работ как детомоксифен применялся в качестве профилактического метода. И говорится там, что относительный риск при длительном исследовании, когда томоксифен давали здоровым женщинам с целью профилактики рака молочной железы, полипа эндометрия, относительный риск появления их был 1,9, кисты яичника 1,5. Да, но, простите, это были женщины репродуктивного возраста, значит, эти кисты яичника также были с гиперэстрогенией, значит, рак молочной железы, так же, как петомоксифен во второй молочной железе, и здесь была профилактика рака молочной железы, это не мешало. Ну, и здесь ещё раз перечислены различные исследования, где сравнивались ингибиторы ароматазы, тамоксифен, и я просто хотела только обратить внимание на один вывод, который там сделан, что сегодня, когда мы говорим, а мы видим, что иногда больные, которые заканчивают хирургическое химиотерапевтическое лечение, стоят врачи, мамологи перед выбором, надо ли назначить тамоксифен или назначить ингибиторы ароматазы с подавлением функции яичников. Вот вывод из этой работы такой, что сегодня ещё рано рекомендовать окончательно вот ингибиторы ароматазы и подавление функций яичников у женщин в премии на паузе. Я думаю, что это всё. Спасибо. Да. Пожалуйста, Ну вот я сразу замечаю по поводу последнего вывода о том, что рано применять сочетание супрессии яичников и ингибиторов ароматазы. Ну, есть европейские рекомендации по лечению одиуантов и гормонотерапии. В этих рекомендациях написано у пациентов моложе 40 лет при наличии региональных метастазов рекомендуется применение супрессии вориальной супрессии и ингибиторов ароматаза экземистан. Владимир Фёдорович, вероятно, группа пациентов молодых... Это частное мнение там, а есть метаанализ, который вот объявляется. Молодые и с прогрессивным раком молочной железы, вероятно, подход должен быть иной. А если мы имеем дело с женщинами с ранними стадиями, без регионарных метастазов молодых, то, вероятно... По стандарту там и не рекомендуется авариальная супрессия. Там только тамоксифен. Только тамоксифен. И мне кажется, что боятся этого тамоксифена и тех, так сказать, побочных эффектов, которые возникают, не надо, но дальше, вероятно, стоит их изучать всё-таки, что такое эта гиперэстрогения и к чему она приводит. Спасибо большое, Евгения Владимировна. Вопрос, пожалуйста. Адель Фёдоровна. Произнесённый тезис относительно авариальной супрессии ингибиторов ароматаза у пациенток с метастазами рекомендуемый. Как длительно назначается авариальная супрессия агонистами ризингормонов, да, к примеру? Как долго? Ну, пока стандарты ещё действуют, они будут действовать до марта следующего года. супрессия, авариальная супрессия алгорезингормонами назначается на 5 лет. Раньше на 2 года, сейчас на 5 лет. Ну, просто мы сейчас не говорим больше о побочных проявлениях тамоксифена, о побочных проявлениях агонистов ризингормона, которые вызывают остеопороз и так далее. Здесь мы сегодня не обсуждаем. Так это назначается у пациентов высокого риска рецидива. При наличии множественных метастазов, это не у больных ранней стадии. И при формах, так сказать, быстрорастущих большим местным распространениям и так дальше. То есть, лишается 5 лет, раньше 2 года. Спасибо. Вот об этом и говорится, что к сожалению, вот мы, что мы и менты, вот скажем, приезжает нам пациент из периферии или там, скажем, врачи молодые на консистенцию, говорят, вот мы вообще боимся назначать тамоксифен, поскольку вот такие бывают побочные эффекты, толщина эндометрия, рак эндометрия, почему-то не думают, что у всех рак эндометрия, это всего 3%. Так вот, по рекомендациям как раз-таки назначается один тамоксифен без супрессии, поскольку супрессия вызывает остеопороз, депрессию, снижение качества жизни, ну и все остальные признаки там, сексуальные нарушения, неврологические и так дальше. То есть, на вот такое лечение а тем более еще хирургическое удаление идут только в таких ситуациях, когда другого подхода нет. Притом, эти пациенты, как правило, сначала получают химиотерапию. И во время химиотерапии тоже назначается золотекс для того, чтобы предохранить повреждения яйцеклетки от химиотерапии. Как бы золотекс защищает в этом случае яйцеклетки. Но это отдельный разговор. Глубоко уважаемые коллеги, позвольте коснуться проблемы с позиции гинеколога. То, с чем сталкивается гинеколог при консультировании больных раком молочной железы. И вот те проблемы, которые могут случиться, и которые приходится решать совместно и гинекологу, и мамологу для вот этих вот женщин. В первую очередь, это осложнение на фоне гормонотерапии, это моксифеновое осложнение, и гиперплазия, эндометрия, и кисты яичников, то, чего прекрасно коснулось выступление Евгения Владимировна. И вот эти вот проблемы авариальной супрессии, приводящие к лимактерическим расстройствам и остеопорозу. Но в большей степени в своем выступлении хотелось бы коснуться вот этого второго пункта сохранения фертильности молодым пациенткам, поскольку вот этих вот первого пункта достаточно емко и хорошо было освещено в предыдущих выступлениях. Поэтому в отношении вот этих вот первых аспектов позволило себе привести здесь рекомендации Русска 16-го года, которые перекликаются с рекомендациями ЭСМО и НССН и которые сейчас опубликованы в 16-м году, где в соавторах есть наши коллеги, в том числе Татьяна Юрьевна Семиглазова участвовала в обсуждении вот этих вот рекомендаций принятия решения. И эта таблица для мамологов наверное это азбучная истина, но поскольку здесь гинекологи присутствуют, поэтому позволила себе оставить этот слайд в качестве одевантной гормонотерапии используемые препараты антиэстрогены тамоксифен и здесь вот подчеркнуто, что могут использоваться независимо от функции яичников. Если необходимо использовать ингибиторы ароматазы, здесь перечислены препараты для гинекологов нужно помнить, что в основном назначается в постменопаузе, если есть необходимость, как уже вот в дискуссии было сейчас обсуждено, назначать ингибиторы ароматазы, то необходимо вызывать искусственную менопаузу, чем агонистами гонадотерапин релизин гормона или агонисты, или аналоги называют это синоним те препараты, которые назначаются при менопаузе при необходимости вот этой авариальной супрессии. И вот здесь же в этих рекомендациях прописано таким вот образом, может быть, они поменяются впоследствии, но вот в отношении авариальной супрессии, когда это необходимо, в каких-то обстоятельствах назначать, то здесь вот таким образом, видимо, ссылаясь на варианты метаанализов, срок в реальной супрессии, оптимальная продолжительность не определена. Обычно назначается на срок 2-5 лет. Почему и возник вопрос, наверное, в дискуссии, поскольку гинекологи сталкиваются с назначением агонистов гонотропин релизин гормона, в основном это гинекологические ситуации, в основном это доброкачественные ситуации, и ограничения вот в гинекологической области обычно идут 6 месяцев. После 6 месяцев обсуждается необходимость продолжения назначения агонистов, поскольку достаточно серьезные побочные эффекты. Но здесь идет вопрос об онкологическом процессе, вероятно, вот эти вот рамки раздвинуты до более таких длительных периодов, но учитывая это, обязательно следует обращать особое внимание на отдаленные нежелательные эффекты. Вот и остеопороз женщин, длительно получающих эти препараты, и обязательно в рекомендациях прописана ежегодно денситометрия, профилактическое назначение препаратов кальция, витамина D, а также возможно бисфосфонаты, но по показаниям. То есть здесь акцент на этом стоит. В отношении проблем, возникающих со стороны эндометрия у женщин, принимающих тамоксифен, в рекомендациях прописано, что женщины, получающие одевантный тамоксифен, должны осматриваться гинекологом ежегодно. И любые патологические состояния подозрительные в отношении рака эндометрия требуют своевременной диагностики. Да, действительно, в отношении рисков развития рака эндометрия здесь, вы видите, перечислены вот эти факторы риска, метаболический синдром, соматические факторы, ожирение сахарной диабет, гиперэстрогения, и в том числе прием тамоксифена увеличивает риск развития гиперплазии и рака эндометрия. Но большинство работ описывают, если выявляется рак эндометрия, то это более локализованная стадия и более благоприятное течение. И в связи с этим рекомендуется таким вот образом рутинное выполнение УЗИ биопсии эндометрия или диагностическое выскапливание в отсутствие жалоб не проводить у пациенток, получающих тамоксифен. И в отношении, если выполнено УЗИ, в отношении стандартов, границ, размеров вот этого толщины эндометрия остаются дискуссионными вот эти вот размеры толщины эндометрия, опираясь на которые нужно или не нужно гинекологу направлять пациентку на гистероскопию или выскабленную полости матки. По стандартам, если это преминопаузальная женщина, то максимальная толщина эндометрия 15 мм, если это постминопаузальная женщина, то все-таки опираются на цифру 5 мм. И вот видите на слайде, здесь продемонстрирована гиперплазия на фоне тамоксифена. Это, в общем-то, достаточно плотная такая кистозоподобная гиперплазия без каких-то экзофитных новообразований, достаточно толстая. Здесь, видите, на срезе множественные железы вот этого утолщенного эндометрия. И здесь срезан уже до уровня миометрия вот этот гиперплазированный эндометрий. В отношении такого актуального момента в отношении преминопаузальных пациенток, страдающих любым онкологическим заболеванием, в том числе раком молочной железы, в настоящее время уже все пришли к выводу, что онкологи, гематологи перед началом противополевого лечения должны направить молодых пациенток к гинекологу для решения вопроса о возможности сохранения фертильности. Онкофертильность, вот эта проблема достаточно актуальна. Здесь возможности ее оправдать и каким-то образом выйти на репродукцию может быть выполнена и на фоне лечения, и на фоне беременности, и после лечения, но наиболее актуально, конечно, если есть возможность этот вопрос решить изначально до начала лечения. И вот здесь представлены технологии сохранения фертильности, превентивные, консервирующие, превентивные, как вариант агонисты, гонадотропинрелизин гормона, органозохраняющие операции, консервативное лечение, это в отношении гинекологических опухолей, но и еще технологии сохранения фертильности, консервирующие, ВРТ-технологии, криоконсервация, эмбриона, ацета и ткани яичника. Для вас не секрет, что образование половых клеток ДНО в яичниках не происходит. То есть, если на 20-й неделе внутриутробного развития у девочки 7 миллионов агоний, к рождению это число снижается резко до 2 миллионов агоний, к периоду менархии это всего лишь 400 тысяч аоцитов, а к моменту регулярных месячных, то есть репродуктивного периода, это только 300 тысяч аоцитов. То есть вот это число постоянно уменьшается. Естественно, токсичное воздействие химиотерапевтических агентов доказано на ткань яичника. И вы видите химиопрепараты с высоким риском токсического воздействия на яичники, это циклофосфамид, промежуточный риск цисплатин, ну и с низким риском перечисленные препараты. И кроме того, худший эффект на ткань яичника происходит чем старше женщина, то есть чем моложе женщина, тем перспектива в плане яичника лучше, но чем старше, выход в преждевременную менопаузу выше. Тут процентные соотношения 20 против 80, 19 против 70 у женщин моложе 30, старше 40 лет, то есть статистически достоверная конечно разница в худшей ситуации более старшие премьернопаузальные женщины находятся. Токсичные воздействия химиопрепаратов воздействуют в основном на быстро пролиферирующие клетки, то есть на уровне приантрального фолликула, антрального преовуляторного фолликула, то есть вот эти вот клетки быстро растущие на них и происходит воздействие химиопрепаратов. Идея использования в качестве протекции яичников против вот этого негативного воздействия химиопрепаратов, идея использовать агонисты галантропин релизингормона основана на том, что они приводят к анавуляции, к снижению кровотока в яичниках и снижению роста фолликулов. И еще в 2008-2009 годах было продемонстрировано в выигрышной ситуации оказываются пациентки, получающие агонисты галантропин релизингормона на фоне химиотерапии. Видите, восстановление овуляции 70 против 25%. И дальше по данным метаанализа не получили однозначного ответа. Видите, достаточно разнородные разбросы вот этих вот результатов по восстановлению менструальной функции. большинство в сторону за то, что агонисты галантропин релизингормона благоприятно будут воздействовать и защищать функцию яичника. Но есть и публикации, которые не подтверждают эти данные. И в основном эти данные среди пациенток с лимфопролиферативными заболеваниями. А в отношении пациенток раком молочной железы и использования среди них агонистов галантропин релизингормон здесь есть два исследования. Вот это вот исследование промис третьей фазы среди гормоноположительных пациенток рецептора позитивных эстрогена и прогестерон позитивных рецепторов. Большинство из них получали тамоксифен порядка 70%, но в то же время одевантно-неодевантно и химиотерапии. Вот этим пациенткам было одной группе только химиотерапии, а другим пациенткам с протекцией агонистами галантропин релизингормона. И по первым предварительным результатам через год после анализа получили, что в выигрышной группе оказались пациентки там, где были агонисты галантропин релизингормона. Это по невосстановлению менструальных функций 25 против 8. Однако дальше более отдаленный анализ, когда посчитали кумулятивный расчет частоты восстановления менструальной функции. Да, тенденция была лучше в группе там, где использовались агонисты, но без статистической достоверности. Видите, 0,07. По количеству беременностей среди опять-таки вот этих пациенток рецептора позитивных было больше беременностей в группе пациенток, которые получали агонисты 8 против 3, но на круг тоже статистической достоверности не получили. Это в отношении именно рецептора позитивных пациенток раком молочной железы. А вот в отношении рецептора негативных пациенток раком молочной железы это исследование третьей фазы по ВЭМС. И здесь таки как раз получили вот эти выигрыши при использовании при протекции агонистов на фоне химиотерапии. То есть здесь все пациентки рецепторы негативные и вот здесь на круг получили выигрыш достоверный среди пациенток которые получали агонисты в сравнении с теми которые не получали 22 против 8 то есть статистическая достоверность получилась по функциичниках но что важнее получили достоверное преимущество по количеству беременностей в группе пациенток те которые получали химиотерапию совместно с агонистами ганадотерапин релизин гормона 22 против 12 беременностей и вот это вот достоверно выигрыш был продемонстрирован в группе пациенток рецептор негативным рецептор отрицательного рака молочной железы поэтому вот в 15 году подавляющее большинство экспертов поддержали медикаментозное подавление функции яичников во время химиотерапии по поводу рецептора отрицательного рака молочной железы с целью профилактики преждевременной менопаузы и в конце о такой возможности сохранения фертильности как криоконсервации ацетов эмбрионов тканей яичника но целесообразно молодых пациенток отправлять к репродуктологу в первую очередь для оценки овариального резерва у этих пациенток то есть овариальный резерв функциональный запас яичников определяющих способность генерации здорового фолликула для оценки овариального резерва используют вот этот стандарт из трех пунктов состоящий то есть определение концентрации антимюллерового гормона подсчет количества оценки диаметра антральных фолликулов по УЗИ определение объема яичников методом трансфагинального УЗИ и действительно антимюллерового гормона уникальный маркер старения яичников и он действительно будет понижен при яичниковой недостаточности объем яичников в совокупности с этими данными тоже будет показатель то есть объем яичника менее трех сантиметров будет свидетельство о недостаточности авариального резерва и также оценка оценка числа антральных фолликулов тоже будет показателем оценки авариального резерва и далее приступают при оценке за и против взвешивают необходимость криоконсервации ацитов да действительно хорошие результаты при криоконсервации ацитов получают 90% жизнеспособности фертилизации после разморозки ацитов что говорит о 30% возможности рождения ребенка да хорошие результаты в репродукции малоинвазивный метод но минусы да откладывание химиотерапии высокие уровни эстрогенов то есть идея сначала идет стимуляция овуляция дальше трансвагинальная пункция фолликулов ну дальше эмбриологический этап дальше лечение злокачественного заболевания ремиссия и дальше уже вопрос переноса эмбрионов полосниматки и дальше выход в беременность при стимуляции овуляции используют гонотропины используют агонисты гонотропин релизин гормона и используют антагонисты гонотропин релизин гормона по протоколу в РТ технологии есть короткий протокол то что больше подходит для онкологов то есть с третьего дня менструального цикла длится 10-12 дней есть еще длинный протокол но менее подходящий он длится около 3-4 недель есть вариант в естественном цикле но сразу же хочу подчеркнуть что выход в эффективность 0-10 процентов то есть эффективность крайне низкая и вот это вот приказ от 12-го года 107Н благодаря которому мы можем направлять онкологических пациенток для ВРТ технологии за счет вот этого вот пункта то есть разрешается то есть это противопоказание да ВРТ технологии противопоказания для использования среди онкологических больных но с 12-го года появилась вот эта вот оговорка что при наличии в анамнезе злокачественных новообразований вопрос о возможности использования ВРТ решается на основании заключения врача-онколога и остро ставился вопрос именно ВРТ технологии среди больных раком молочной железы это вот публикации восьмого года не опасно ли использовать гиперстимуляцию больным раком молочной железы до начала лечения на мой взгляд вот этот автор Азим с авторами ответил на этот вопрос где на основании вот этого исследования среди 80 пациенток где на после контролируемой стимуляции яичников среди больных раком молочной железы рецептора позитивными в коротком цикле была выполнена стимуляция яичников забор яйцекли ацита или эмбриона если есть половые партнеры пациентки и дальше лечение у этих пациенток и в итоге то что волновало больше всего беспрогрессивная выживаемость одинаковая что в группе после ВРТ стимуляции стимуляции яичников что в контрольной группе не худшие результаты ну и совсем в заключении вот этот экспериментальный метод консервации ткани яичника то есть это в каких-то эксклюзивных случаях возможно его использовать когда используется ткань и когда нет возможности для стимуляции яичника когда забирается ткань яичника подвергается криоконсервации затем впоследствии эта ткань яичника в ремиссии уже будет подшита на оставшийся яичник и дальше может быть выполнена стимуляция этого яичника с забором яйцеклетки и в дальнейшем планирование беременности таким образом да проблема онкофертильности среди молодых пациенток больных раком моложественной железы актуальна конечно планирование деторождения одна из основ современной цивилизации но конечно решение должно быть взвешено и коллегиально спасибо за внимание спасибо вопрос пожалуйста мне такой вопрос вот вы сказали что при рецептор негативных опухолях использование организм там оказалось более эффективно в последующем вы это связываете с чем что эти опухоли эти пациенты получали иной вид терапии или это какая-то биологическая проблема я вот спасибо хороший вопрос я вот как раз когда готовила доклад у меня как раз вот этот вопрос крутился в голове возможно скорее всего вероятно есть какая-то связь более токсичным лечением у вот этих пациентов рецептор негативным но тут трудно сказать поскольку совершенно разнонаправленные исследования и разные рукава вот этого исследования то есть тут сравнить не получится ну я могу так сказать что во-первых там где были положительные рецепты эстрогенов и назначался тамоксифен надо иметь ввиду что сам тамоксифен обладает тератогенным эффектом и как бы не рекомендуется вообще временность или дождаться окончания приема тамоксифена и так дальше а вот то что вы составили на сангален что эксперты рекомендуют использование вот аналогов релизин гормонов и как бы во время химиотерапии то есть большинство экспертов значит там если подробно почитаю я сам эксперт значит подробнее почитать там написано для чтобы во-первых больной больная была предупреждена о тератогенном эффекте большинства химиопрепаратов вот все это касается ранних стадий заболевания значит точной оценки прогноза и оценка так сказать по онкотайп что эта пациентка проживет не менее 10 лет вот в этих условиях значит как бы эксперты поддержали поддержали но это в принципе честно потом конечно то что вы подняли такие важные вопросы это очень сложная тема и она всегда вызывает дискуссию но во всяком это очень важная информация и так спасибо большое вечер добрый ну уже предыдущие докладчики осветили многие осложнения дебатной гормонотерапии но я постараюсь добавить что-нибудь интересно гормонотерапия ракомолочной железы уже имеет многовековую историю и будем говорить о том что 1889 год господин бедсон публикует доклад планцетти о том как авариктомия оказала эффект на лечение ракомолочной железы дальше нужно сказать что первое рандомизированное исследование появляется в 1948 году в котором сравнивалась лучевая абляция яичников с авариктомией у больных ракомолочной железы и опа-методы оказались однозначно эффективными 1962 год доктор Йенсен открывает рецепторы эстрогена в ткани опухоли молочной железы 1971 год это публикация исследования которая доказывает эффективность тамоксифена у пациенток ракомолочной железы при наличии рецепторов эстрогена то есть можно сказать что это начало таргетной терапии и в 77 год прошлого века FDA одобряет тамоксифен для лечения ракомолочной железы мы будем говорить о премиона паузе у нас 20 пациентов ракомолочной железы моложе 50 лет и из них 50% имеют гормоночувствительные опухоли то есть на самом деле не такой большой процент пациентов что же мы можем им предложить мы можем предложить им в адевантном режиме тамоксифен 5 лет сегодня уже 10 лет либо в реальную супрессию с тамоксифеном в течение 5 лет либо экзамистаном что же было до этого в 98 году прошлого века появляется первый метаанализ который показывает что одевантный гормоноксифеном снижение снижение пистолет рецидива в течение 10 лет на 47% метаанализ женщин которые были моложе 50 лет показал что тамоксифен после химиотерапии антрациклинами снижает 50-летний уровень смертности даже на 57% а заболевание контролтеральной молочной железы снижено на 50% то есть эффективность и польза тамоксифена настолько высока что может быть не имеет смысла обращать на его токсические эффекты но все-таки они же есть и наверное нужно об этом и говорить уже было сказано что раконтометрия в принципе не такой высокий риск заболеваемости 3,1% и группе в 10 лет приема тамоксифена по сравнению с группой которая не принимала тамоксифен опять-таки хочется сказать что это больше характерно для пациентов которые находятся в менопаузе для женщин при менопаузе это осложнение не характерно тромбоэмболия достаточно серьезное осложнение и вызывает очень много разговоров опять-таки недосначительный риск и частота вознаграждения инсульта тоже не повышается при приеме тамоксифена у женщин при менопаузе современная в реальной супрессии это авария эктомия и лучевая абляция это дешево и безвозвратно мы больше никогда не сможем вернуть женщину в состоянии менструального цикла лекарственно это дорого но обратимо поэтому было проведено несколько исследований в которых был сравнен сначала изначально естественно в реальной супрессии тамоксифен у пациенток с раком молочной железы в премьерной паузе это было небольшое исследование всего 320 пациентов и не всегда был определен еще статус рецепторов хотя было доказано что это необходимо но не было получено достоверных различий в двух исследуемых группах дальше было проведено еще дополнительное исследование в котором было сравнено сочетание в реальной супрессии тамоксифена и химиотерапии медианом наблюдения практически 10 лет было выявлено улучшение безрецидивной выживаемости но не общей выживаемости добавление в реальной супрессии как видно к химиотерапии не дало никаких преимуществ только у женщин моложе 40 лет было улучшение безрецидивной выживаемости но были отмечены такие клинические значимые побочные эффекты как увеличение массы тела гипертонии диабета и приливы это достаточно сильно беспокоит наших молодых пациенток добавление тамоксифена к химиотерапии и в реальной супрессии увеличила заболеваемость еще и диабета приливы анемии но не повлияло на частоту артериальной гипертензии все это привело к тому что совсем так скажем недавно по сравнению с началом гормонотерапии было проведено два крупных исследования софатекс о котором мы говорим в котором был сравнен тамоксифен с в реальной супрессией и в реальной супрессии с ингибиторами роматаза и также был представлен еще один рукав в исследовании софатекс в котором был только один тамоксифен на сегодняшний день по результатам данного исследования мы рекомендуем пациентам моложе 35 лет с плохим прогнозом о реальной супрессии ингибитора роматаза в течение пяти лет потому что эти исследования показали преимущество данной группы какие же мы видим осложнения у этих молодых пациентов это приливы третьей степени токсичности которые в сравнении с тамоксифеном и тамоксифеном в реальной супрессии были соответственно выше практически в 4 раза при наличии в реальной супрессии тамоксифена также в исследовании софт как мы видим эта токсичность в такой же степени была также выше в группе в реальной супрессии и тамоксифен и ингибитор арфоматаза. Также сексуальная дисфункция, о которой сейчас начали говорить, в исследованиях было показано, что 50% женщин с вариальной супрессией и тамоксифен или экзамистан страдали от сухости влагалища, также снижение либидо и диспарионемия. Сексуальная дисфункция также сугублялась ещё тем, что пациентки отмечали увеличение веса на фоне искусственной менопаузы. Депрессии и нарушение когнитивных функций достоверно не были увеличены, и их особо не изучали. Это отмечалось только при исследовании дневников качества жизни, которые заполняли эти пациентки, и на основании только этого было показано, что пациенты с вариальной супрессией чаще страдают депрессией и нарушением когнитивных функций. Также депрессия, которая выражается в данном случае, беспокоила пациенток ещё, наверное, и тем, что отмечательные депрессанты могут снизить эффект гормонотерапии путём ангибирования цитохромов. Костная плотность или остеопороз. Как ни странно, тамоксифен улучшает минеральную плотность костей в менопаузе, но у женщин при менопаузе вызывает истанчение костей и повышает на 12% риск переломов в ходе трёхлетнего наблюдения. Поэтому так становится актуально использование бандронатов в адиматном режиме у этой группы пациентов. Кардиотоксичность. Кардиотоксичность, опять-таки же, развивается чаще при нерволичии в реальной супрессии, то есть тогда, когда мы ввергаем молодую женщину в состояние искусственной менопаузы. Незначительно также видно увеличение тромбозов и эмболий. Вот это последняя таблица из метаанализа в 2016 году. Что мы здесь видим? Мы видим то, что действительно на основании чего, наверное, была рекомендована супрессия 5 лет и гибитроформатаза. Мы видим улучшение безрецидивной выживаемости в этой группе пациентов. Особенно она видна в той группе, в которой показана была ещё проведена химиотерапия. То есть это явно молодые женщины с наихудшим прогнозом. Но при дальнейшем исследовании и подсчёте получается, что на общую выживаемость никак не повлияла эмболийная супрессия ни в группе с томоксифеном, ни с ингибиторами роматазы. Опять-таки же видно только, что эмболийная супрессия, но почему-то с томоксифеном оказалась лучшей в группе общей повышенной выживаемости. Также хочется отметить, что в этих исследованиях 15% пациентов прекратило вориальную супрессию через 2 года и ещё 22% через год. То есть в итоге через 3 года треть пациентов в этих исследованиях не получала вориальную супрессию. По исследованиям одевантной химиотерапии есть данные о том, что менопауза искусственно вызванной химиотерапией в течение года влияет на общую и безрецидивную выживаемость в сторону её улучшения. Наверное, будет интересно, какие данные будут по этим исследованиям именно у этой группы пациентов, которые закончили вориальную супрессию раньше, чем те, которые продлевали её до 5 лет. На сегодняшний день общество онкогинекологов известно, что ранняя менопауза до 40 лет увеличивает процент сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороз, деменцию и эффективные расстройства. Поэтому, когда мы молодую женщину хотим подвергнуть вориальной супрессии и ингибиторами роматазы и томоксифена, мы можем увидеть её, наверное, в таком состоянии, когда лечение не будет совмещено с её качеством жизни, о котором мы сейчас очень сильно говорим. И хотелось бы, наверное, чтобы всё-таки мы коллегиально, индивидуально подходили к этому вопросу. Спасибо за внимание. Антон, красное сообщение. Там вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Елена Константиновна, как Вы относитесь, Вы говорите про климактерические расстройства, как Вы относитесь к назначению фитоэстрогенов? Да, заместительными на пузальной гормональной терапии нельзя, больным раком молочной железы. А что? Вот что-то можно назначить, как Вы считаете? Спасибо за вопрос. Мы уже обсуждали, Вы с Вами неоднократно. Поэтому фитоэстрогены, они, наверное, помогают, но на сегодняшний день есть одно небольшое исследование, итальянское, там, где итальянские онкогинекологи совместно с маммологами назначают этим женщинам небольшую дозу контрацептивов, причем местно. Это, как понимают, обниматочная спираль с прогистинами. И на этом фоне у женщин при именопаузе именно с такими вот сильными симптомами именопаузы, на фоне тамксифена, они отмечают улучшение. Наверное, можно пробовать такие вещи, потому что многие женщины отказываются от гормонотерапии именно на основании сильных таких вот постминопаузальных осложнений. Так, спасибо большое. Позвольте тогда завершить наше сегодняшнее заседание общества. Ну, конечно, очень вы получили очень информативные сообщения, доклады. Слишком важная проблема. С одной стороны, казалось бы, это заболевание, где гормонотерапия должна играть ведущую роль, и, с другой стороны, очень много проблем. Ну, скажем, даже такая проблема, как все знают, это известно, что высокий уровень эстрогенов, высокий уровень ФСГ, это всегда неблагоприятно, это ухудшает и прогноз заболевания, и много, так сказать, других процессов. Но в последней серии исследований господин Даусатер в Англии, который располагает блестящий лабораторий, он все время пишет, к сожалению, очень трудно оценить точные определения уровня эстрогенов вообще, в частности, эстрогенов, имеющие отношение к раку молочной железы, уровням ФСГ и так далее. И это не позволяет, как бы, особенно если пациент получал химиотерапию, и потом строить весь мониторинг и весь процесс лечения. То есть даже вот эта проблема очень важна. Ну, кроме того, если мы говорим там о 5-10 годах лечения, имею в виду не только тамоксфен, 5 лет тамоксфен, 5 лет ингибитор ароматаза, то все исследования показывают, что, к сожалению, значительная часть пациентов, до 30-40%, фактически не следует этой терапии. И не принимают там в течение 5-10 лет. То есть прерывается лечение гораздо раньше, и, возможно, результаты были бы лучше, и даже, и, с другой стороны, и осложнений было бы больше, если бы действительно все следовали указаниям врачам. Здесь большое несоответствие. Тем, когда мы, вот, как бы акцент сегодня на преминопаузу, и все время упоминается работа софт и текст, которая касалась сочетания подавления функций яичников и гормонотерапии или тамоксфенами, или ингибиторами ароматазы. Как-то упускается очень большое исследование австрийское, австонемецкое, которое показало, что подавление функций яичников с помощью, или даже полное выключение функций яичников в сочетании с ремидексом не привело вообще к никаким улучшениям результатов. Негативный результат. Хуже, чем один тамоксфен. Поэтому здесь не все так просто. То есть мы нуждаемся в таком тщательном метаанализе. Надо ли, как бы, всем пациентам, где-то пациентам высокого резка. Поэтому я бы сказал, что очень взвешены рекомендации Сангалина, касающиеся преминопаузы и гормонотерапии. То, что вот упоминается, вот АСКО, там ЭСМО, значит, все рекомендации, которые потом вырабатываются, ЭСМО и АСКО основаны на рекомендациях Сангалина. Почему? Потому что все президенты АСКО, бывшие, теперешние и будущие, являются членами Сангалиновской группы. Так там очень все просто. Что преимущество дается безотносительно возраста, тамоксифену, если это ранняя стадия заболевания. Первое, значит, Т2Н0. Значит, тамоксифен и преминопауза, и постминопауза. Дальше. В преминопаузе, если это молодая женщина, там, когда 35 лет, но не так много таких женщин, 3%, это молодая женщина, 35 лет и моложе, и у нее определяют серединарные метастазы, можно рассмотреть вопрос о подавлении, медикаментозном выключении функций яичников, и назначение или тамоксифена, или ингибитора роматазы. Понимая, что назначение ингибитора роматазы параллельно может привести, наоборот, к резкому повышению уровня эстрогенов, эстрадиола, и привести к обратному эффекту. Ну и все, что касается... Если даже она выключена, потому что золодекс не гарантирует выключение яичников. На самом деле, уровень эстрогенов может оставаться высокий. Вот то, что Евгения Владимировна говорила. Значит, поэтому многие или некоторые специалисты, но если это касается четвертой стадии, говорят о необходимости хирургического воздействия. Если там такая патология яичников, то это даёт преимущество и создаёт истинную посменно-паузальную ситуацию. Да. Это безвозвратное событие. То есть четвёртая стадия заболевания – всё. Но сегодня не рассматриваем. Значит, золодекс не у всех больных обеспечивает подавление функций яичников. Ну, это видно и все клиницисты. Таким образом, я думаю, что вот сегодняшнее сообщение и для практического врача, да и для всех нас как бы даёт какую-то новую дополнительную информацию. То есть, как ориентироваться, допустим, и тоже АСКО и прочее. Вот есть ли там университет Оксфорта. Вот какие побочные – рак эндометрия, тромбомболия, инсульт, то есть смертельные, так сказать, исходы. И вот то, что говорил Евгений Владимирович, вообще не упоминаются там яичники, там кисты яичников, которые сами по себе поддерживают высокий там уровень эстрогенов, которые, безусловно, являются вредным фактором для рецидива заболевания. Поэтому вот и этот момент тоже должен быть учён. И вот то, что Лев Михайлович, так сказать, с точки зрения теории говорил, о том, что даже рецепторы негативной опухоли могут быть чувствительны к тамоксифену и так дальше. Ну и говоря о фертильности, это, конечно, тема сейчас будет всё больше развиваться, и, конечно, тут нужны профессиональные взгляды, особенно когда это касается применения ингибиторов ароматаза, который мы считаем чрезвычайно как бы опасными для молодых, но в то же время это один из фрагментов, так сказать, вот в этой схемах фертильности. Ну и в целом, я думаю, что где-то через там... Во-первых, эти вопросы мы поднимем в белых ночах, там шире возможности обсуждения, так сказать, чтения лекций, обсуждения, дискуссии. И, конечно, где-то через там полгода, осенью, можно вернуться уже к косминопаузе и более так детально обсуждение вопросов теории и практик гормонтерапии. Спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.